Всем здравствуйте! Всех вас рад видеть на моем YouTube канале, на моей небольшой разводне. Сегодня вам покажу рыбасиков новых. Мне их подарили. Ну как новых? Как вы помните, брохесы у меня не хотели нереститься. Я подумал, что у меня все самки. Ну и подумал так приобрести себе брохесов. Написал двум-трем людям. Ну и вот у одного разводчика аквариумных рыбок, очень хороший человек, подарил мне брохесов. Четыре штуки, три самца и одну самочку. Ну посмотрим, какие будут результаты. Вот пока они гоняются тут друг за другом. Один брохес выпрыгнул. Уж не знаю, это самец или самка была. В общем, ну, не без потерь, как говорится. Но все-таки, конечно, очень рад я, что у меня теперь есть брохесы, самцы и самки есть теперь. Буду ждать нереста. Трубочник у них здесь постоянно. Вот сейчас закончился трубочник. Ну и помпу сюда установил. Побольше, видите, сюда забросил анубиусов. И буду дальше наблюдать. Сегодня хочу сделать подмену, вот до сих, на дистиллят. Ну как дистиллят, на осмос. Дистиллята у меня сейчас нету. На осматическую воду примерно то же самое, можно сказать. Давайте вам покажу. Сейчас вот, посмотрите. Аквариум как будто прозрачный, да? Но нет. Доверху, видите, заполнен осматической водой. Вот такая вот она чистенькая. Ну, нужно сюда еще распылитель установить. И будет вообще все замечательно. И можно делать подмену у брохесов. Давайте еще пробежимся по коридоросам. Ну, самые плодовитые у меня сейчас коридоросы джули. Икра здесь постоянно. Я сегодня отсюда еще выловил двух мальков. Как они здесь выжили, я не знаю. Возможно, есть еще. Тут вот икры довольно-таки много. Возможно, эту икру я соберу. Посмотрим, если будет время. Ну, у меня уже коридоросы джули есть, как вы знаете. Ну, а на продажу там по 5-6 штучек, конечно, это не дело. Нужно рассаживать самок и самцов. Потом соединять сразу, чтобы побольше было икры. И тогда можно будет их тоже потихонечку продавать. Но это в будущем, когда у меня уже подрастут свои производители. Давайте как раз на них посмотрим, как они сейчас подросли. Посмотрите, какие они красавчики. Кстати, очень хороший рост показывает. Вот они джули. Ну, и там мы можем наблюдать под аэрлифтом еще и пандочек. Тоже очень рад, что мне удалось пандочек тоже отнерестить. Так что, вот такие вот радостные, приятные новости. В этом нерестовике я потихонечку делаю подмены. Ну, чтобы вот синька вся ушла. Нужно будет еще аэрлифт промыть. Здесь я наблюдал, есть немного коридоросов, но и в основном анцитрусы. Как вы знаете, я просто сюда икру забросил. Анцитрусы благополучно, можно так сказать, вывелись. Но все-таки большую часть икры пропала. Так она побелела. Я ее потом с очком достал и выбросил. Штербы молчат, не хотят нереститься уже, что я только не делал. Ну, буду кормить все равно. Буду кормить, также делать подмены. Возможно, их потом просто вниз переставлю, там попрохладнее. Возможно, им нужна прохладная водичка. Ну, и здесь тоже, посмотрите, вот икра постоянно. Золотистые сомики. Ну, такое ощущение, что вся икра постоянно белая. Ну, вот у меня такое подозрение. Ну, мне уже золотистые сомики как бы не нужны. Я один раз их отнерестил, как вы помните, в довольно-таки в таком большом количестве. Ну, и потом их больше полугода продавал. Кстати, должен вам сказать, неплохим спросом они пользуются. Ну, еще такая радостная новость. Посмотрите, все в синьке. Я даже воду не стал сливать. Не знаю, будет вам видно или нет. Вот, посмотрите, на дне это все икра. Все икра, икра самов, таракатумов, таракашки, как я их называю. Не знаю уж, получится что-нибудь, будет малек или нет. Давайте еще вот на пенопласте есть тоже, посмотрите. Вот икра на пенопласте. Икры, должен вам сказать, довольно-таки много. Я был удивлен. За последнее время, наверное, такое длительное время мне не удавалось их отнерестить. С чем это связано, я не знаю. Ну, вот просто воду вот взял у ларикарей, вот столько, остальную удалил осматическую воду. И буквально через день произошел нерест. Я, честно сказать, был удивлен и обрадовался. Установил просто здесь продувку. Может быть, побольше нужно включить, не знаю. Давайте чуть побольше вот так включим, чтобы бурлило. До этого здесь стоял аэрлифт. Аэрлифт я убрал вот сюда. Потом заново установлю туда. Ну, аэрлифт должен работать. То есть, вот так, когда он просто стоит, конечно же, не очень хорошо. Так что, вот такие вот радостные новости. Еще есть новости. Посмотрите, как подросли суматранские барбусы. Неплохой, да? Рост показывают. И в этом аквариуме тоже были суматранские барбусы красные. Я их пересадил в большее аквариум. Этот аквариум освободил. Под мальков, возможно, уберу этот аквариум. Вытащу его отсюда. И просто установлю сюда пластиковый бокс с коридорусами Штерм. Потому что мне очень хочется их отнерестить. Но пока не получается. Так, давайте сейчас еще вам покажу вот барбусов красных. Ну, плохо видно, здесь нету света. Они растут чуть похуже, чем обычные барбусы. Там им было тесно. Это вот производители красный самец был и красная самочка. Обычно я всегда мешаю. Тогда мальков получается гораздо больше, по моим наблюдениям. Но когда чисто красный, тогда выход именно красных мальков побольше. Но это лишь мои наблюдения. Еще вам хотел показать лорикарий. Отключил там одну лампу, чтобы вот этот гигантополус быстро не рос. Потому что, ну, растет он очень быстро. Ну, а мне сейчас растения не нужны. Но вот лорикарий очень любят вот этот вот анубис гигантополус, как я его называю. Посмотрите, они здесь так вот обосновались довольно-таки хорошо. И вот, смотрите, как такая гирляндочка, да, кто-то говорил. Ну, красавцы, согласитесь. Я не знаю, почему они так вот любят на корнях вот так сидеть. Причем, я наблюдал довольно-таки длительный отрезок времени. Они не кушают эти корни. Просто вот как будто им нравится здесь находиться. Ну, и вот где анубис тоже. Не на корягах вот именно. Хотя коряги они тоже любят. Но вот где-то вот в растениях таких, в зарослях. Ранее я думал, что они, коряги, любят чутка побольше. Еще вам хотел показать производителей. Я сейчас рыбку не нерещу, отдыхаю. Ну, мальков у меня, в принципе, достаточно. Продаю потихоньку. Ну, и решил отдохнуть. Здесь вот самочки есть. Посмотрите, какие красивые самочки. Я оставил их себе. Хотя мне тоже предлагали, чтобы я их продал. Ну, и должен вам сказать, тоже неплохие такие деньги предлагали. Но я отказался. Я говорю, пусть пока живут. Потому что здесь есть такие самочки. Ну, сколько, наверное, 7-8 сантиметров. Вот эта самочка. Посмотрите. Ну, красавец. Это просто вот посидеть за ними, понаблюдать одно удовольствие. Ну, а вот анцитрусы молчат. Молчат анцитрусы. Здесь еще, кстати, посмотрите. Я свет здесь практически не включаю. Ну, и все криптокарины поникли. Ну, я думаю, они пойдут. Сейчас начал включать на 2 часа свет. Делал эксперименты. Ну, потом вам о них расскажу. Здесь, кстати, тоже посмотрите. Вот эта криптокарина тоже начала так погибать. Но довольно-таки такой длительный промежуток времени они были без света. Ну, вот сейчас опять, посмотрите, начинают пускать новые листочки. И там на дальнем плане можете наблюдать немного красного неона самочек. По-моему, у меня 4 самочки осталось из 8. Ну, а родостомусов у меня самочек было побольше. Я нерестил всего 2 самочки родостомусов. Потому что у меня самцов было не так много. Ну, ларикарии молчат. Не знаю, с чем это связано. Перестали нереститься ларикарии. Ну, и здесь пока ларикарии тоже не хотят нереститься. Я, кстати, этот аквариум буду освобождать. Этих ларикарий часть пересажу сюда. Наверное, штук 15-20 в одном аквариуме будут ларикарии находиться. Ну, и хочу вот этот аквариум тоже освободить. Тоже сюда ларикарий запустить. Буду экспериментировать. Разная вода будет. По-разному буду кормить. Подмены буду делать по-разному. В общем, чтобы узнать, при какой воде они лучше нерестятся. Я уже хотел выпустить ролик. Про ларикарий. Но потом передумал. Потому что, ну, информации я о них не так много собрал. Не так много экспериментов провел, чтобы другим людям что-то советовать. Так что нужно время. Потому что, ну, много меня спрашивали, как я вот их развожу. Как самку различить. Какая температура и так далее. Обязательно обо всем расскажу. Ну, буду еще эксперименты делать. Вот эти два аквариума как раз для этого. В ближайшее время я этим буду заниматься. Вам тоже обязательно все это покажу. Возможно, даже процесс вам засниму. Если удастся. Если не забуду. Как я здесь буду со всем этим возиться. Ну, на самом деле, это очень интересно. Вот аквариумистика. У кого есть аквариумы. Постоянно хочется что-то куда-то переставить. С одного места на другое. Кого-то куда-то пересадить. Кого-то там на нерест посадить. И так далее. Дел здесь хватает. Дел на разводни. Ну, просто огромное количество. Всем вам огромнейшая благодарность за то, что вы смотрите мои видеоролики. Поддерживайте меня. Пусть у вас все будет хорошо. Продолжение следует.